Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами проведем один очень интересный эксперимент. Мы попробуем выяснить, можно ли с помощью мотора с редуктором, который можно взять из какой-нибудь машинки или даже вертолета, заставить крутиться вот такой вот большой вентилятор. Лучше всего, конечно, воспользоваться мотором с редуктором, который находится в каком-нибудь электромобиле. Если у вас под рукой нет электромобиля Tesla, то вы можете использовать мотор с редуктором от какой-нибудь супермодели, которую в Lego Technics собирают очень умные ребята из Сколково или же из университетов, которые занимаются FPV-дронами. Давайте подключим такой мотор с редуктором к нашему кулеру или же большому вентилятору с помощью небольших зажимов. Мотор от FPV-дрона будет у нас выполнять функцию электрогенератора. Для того, чтобы он начал генерировать электричество, нам надо вращать вот эту ось. Но эта ось, она очень неудобна для того, чтобы ее вращать пальцами или руками. Поэтому я вам рекомендую сделать из обыкновенной шариковой ручки вот такое вращательное устройство. С его помощью будет все делать гораздо легче. Его можно сделать из обыкновенного пастового карандаша, разогревая его над свечой. Ну а теперь мы надеваем эту импровизированную рукоятку. И сейчас попробуем вращать ее и посмотрим, что у нас произойдет. Да, действительно, электричество от электромотора, попадая на вот этот вот электродвигатель, заставляет его крутиться. Многие электродвигатели являются обращаемыми электрическими машинами. Это значит то, что когда мы подаем электричество на такой мотор, мы заставляем его вращаться. Но в чем обратимость? Если мы будем вращать такой мотор, мы заставим его генерировать электрическую энергию. С этим электродвигателем все то же самое. Единственное отличие от двигателя-вентилятора в том, что этот электродвигатель снабжен еще и редуктором. Здесь находятся шестерни, которые имеют определенное передаточное число, благодаря чему этот электродвигатель при незначительном вращении этой рукоятки приобретает гораздо более частое вращение и генерирует гораздо больше электрической энергии. Итак, наш эксперимент завершен. Мы выяснили, что даже вот такой вот достаточно мощный кулер от компьютера можно запускать либо с помощью вот такого электродвигателя от машинки или FPV дрона, либо же даже вот от моторчика от вертолета. Продолжение следует...